всем привет дорогие друзья очень рада что заглянули к нам на канал свое видео и начала снимать в четверг у меня вторая половина дня сегодня я решила навести порядок во всем доме так как впереди у нас будут праздничные выходные новый год не хочется потом заниматься уборкой хочется отдыхать наслаждаться выходными и ходить по гостям уборку я начинаю со второго этажа начиная с тумбочки в этой тумбочки у меня лежали карандаши все то что мне нужно было в подготовке адвент календарь так как сейчас уже близится конец месяца мне это больше ничего не понадобится и я решила это все убрать на свое место после того как я навела порядок в тумбочке я начинаю протирать пыль со всех поверхностей ну и после я уже помою пол в комнате и 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 после того как навела порядок в нашей комнате быстренько повытирала пылью нур султана и помыла пол затем перешла в гостиную на втором этаже решила снова повытирать перила помыть балясины повытирала пыль с подоконников также вытерла пол и спустилась уже в гостиную на первый этаж и и и и и и и тем временем я уже спустилась вниз продолжаю свою уборку начинаю протирать пыль со стеклянного столика вначале я это делаю влажной тряпочкой собирая всю пыль а затем когда столик немного подсохнет я прохожу стеклоочистителем после чего устанавливаю все на свои места столик стеклянный очень сильно притягивает себе пыль поэтому я очень часто эту пыль с него и вытираю затем нужно будет протереть пыль на подоконнике после чего я перейду на камин на камине хочу сегодня немножечко изменить декорацию у меня там стоит стеклянная ваза просто так решила в нее поставить елочные веточки а фонарик спустить решила вниз также нужно будет протереть пыль из декорации который стоит около камина вынести протрусить деван деки на улицу ну и конечно же протереть пол сегодня решила полос не выносить его почистила и просто буду отодвигать края чтобы помыть под ним также пол уборку решила делать в четверг потому что пятница у меня будет полностью день занят с утра мы с нурсултаном поедем на елку в дк где будет собственно она и приходить вначале там будет спектакль представления новогодние после чего начнется само мероприятие сама елка под названием зазеркалье то есть алиса в зазеркалье после чего мы приедем домой и у меня вторая половина дня будет занята подготовкой к новому году я хочу сделать небольшие заготовки что там нужно мне будет испечь так как 31 я хочу отдыхать и не заморачиваться уже полностью не посвящать день готовки поэтому я всегда это делаю перед новым годом но оборку решила делать уже конечно же в четверг а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, девочки, порядок в доме я навела. В гостиной также все освежила, повытирала пыль, пол. Также убралась наверху у Нурсултана в комнате светятся гирлянды. В его комнату заходить не буду, он там не одетый. Дома тепло и он у нас не одевается. Также навела порядок в нашей комнате. Решила сделать сегодня уборку, так как завтра мне будет некогда. Завтра с утра мы с Нурсултаном едем на елку, на новогоднее представление. Продлится где-то оно около трех часов. Потом мы вернемся домой, пообедаем. И дальше у меня начнутся заготовочки. Мне завтра нужно сделать выпечку. Испечь бисквит, кекс, круассаны с вареной сгущенкой. А также нужно будет испечь тарталетки. Я их готовлю, пеку сама. После чего отварить овощи, сделать компот, сварить. Потом что у меня еще? И роллы. Я также завтра подготовлю роллы. А уже 31-го я буду запекать и делать темпура. И все. А, ну и так, почистить селедку, подготовить. У меня уже курица все разделано. Все сделано. Нужно будет подготовить курицу для цезаря. То есть обжарить. А уже также 31-го я уже буду собирать салаты. Поэтому сейчас дел очень много. Перед этой подготовкой к Новому году. По поводу моей, я скидывала в телеграм. По поводу прически. Я сделала себе стрижку. Да, многие из вас были правы. Я сделала себе стрижку. У меня бобкары. Я просто убрала длину. По поводу покраски. Знаете, я очень хочу перекрасить свой цвет волос в рыжий. Я хочу быть рыжей. Такой красивый, чтобы был яркий цвет. Но так как у меня волосы темные, мне нужно свой волос обесцветить. А я как-то, знаете, этого делать не хочу. Потому что при обесцвечивании, во-первых, кожа может пострадать. Плюс, после того, как я стала худеть, у меня, знаете, у меня волосы, они остались густые. Но при этом волосинки почему-то стали тонкие. И поэтому я, знаете, такое у меня. Я в смятении. То есть, изменить цвет волос хочется. Но при этом не хочется, чтобы пострадал мой волос. Не хочу, чтобы пострадал. Мне предложили еще такой вариант, чтобы вначале сделать мелирование через вот эту шапочку. Такое прям частое, чтобы мелирование было. При этом корни будут не затронуты, а только вот длина моих волос. И после, как я немного похожу с мелированием, уже после этого, соответственно, покрасить волос. Ну, я пока думаю. Конечно, хочется. Так вот оно освежилось. Прям хорошо сделала стрижку. Волос меньше. Прям мне нравится моя стрижка. Я всегда ее делаю. Только вот прихожу, убираю длину и все. Вот. А по поводу покраски. Как-то так. Я то хочу, то потом я передумываю. Потом мне опять хочется. Ну, может быть, туда чуть-чуть ближе к весне, к лету. Я, может быть, сначала и сделаю мелирование. А потом уже к лету покрашу в рыжий цвет. Ну, пока я думаю, что мне сделать. Пока пусть будет то, что у меня сейчас есть на моей голове. А у нас наступил уже следующий день. Раннее утро. Я направляюсь в русский драматический театр на елку. Получается, Нур-Султана школа едет на выделенном автобусе. Ну, а мы, родители, добираемся, конечно же, своим ходом. Кстати, здесь тоже украшена так аллея. И эта арка, она ночью светится. Тоже очень красиво. Ну, сейчас, конечно же, все выключено. А вот, собственно, наш русский драм-театр драматический. Так он выглядит. Нам нужно к входу, который находится там сбоку. Сейчас мы идем туда. Здесь тоже все украшено к Новому году. Такие баннеры стоят, которые вечером светятся. Здесь, получается, сделан такой искусственный город с елочками, который тоже светится. Вот такие вот девушки в платьишках тоже с гирляндами. Ну, а мы пошли вовнутрь. Да, он может, он может. Вся голова в акости ненавида. Помнишь? В прошлый раз. С луны канат бросил. И по нему спустился. А вот... А-а-а! Подарочек, твой папа, держи. Пользуйся раздоровано. Спасибо. И безусловно. Ну, отвечу, за что подключился. Неужто не хочешь пожелать какого-нибудь подарочек тебе? Да у меня, вроде, все есть. А-а-а! Ну, вот, если только тулупчик новенький, а то мы совсем прохладимся. Ну, тебе тулупчик. И вареньку будут. А-а-а! Ты что? Скоро узнаешься. А-а-а! 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 И я, Чеширский кот, А-а-а! И мои друзья предлагаю встретить его в необычном месте. А-а-а! У нас лучший праздник Новый Город! А-а-а! Почему в нарядном зале дети вводят хоровод? Потому что мы встречаем лучший праздник Новый Город! Новый Город! Новый Город! И что нам делать подсажив? Пусть и счастливые симпатии, А-а-а! А-а-а! А-а! А-а! Пусть и счастливые симпатии, Уже дома, только что приехали, закончился спектакль. После спектакля было сразу представление новогоднее, где дети проводили хоровод, потанцевали. Единственное, что у меня очень сильно разболелась голова из-за того, что залы маленькие, душно, жарко, деток много, все шумят. И у меня, я долго не могу находиться в таком пространстве. И хотя вот на улице немного шли, все равно у меня безумно болит голова. Я сейчас хочу немного полежать, а потом уже пойду заниматься делами. Очень классный был спектакль новогодний. Потом мы пошли в Зазеркалье. Дальше было. Единственное, что нельзя было снимать. Я спектакль кусочек сняла небольшой. Потом пришли и сказали, что съемка запрещена. А уже само представление Зазеркалье уже снимать можно было. Поэтому тоже ставлю кусочки видео. Я уже отдохнула. Точнее, я часа два поспала. У меня прошла голова. И я после того, как отдохнула, приступила делать заготовки. Я уже много чего сделала. Чуть позже я вам покажу результат. А пока мне нужно собрать торт. В этот раз я решила сделать красный бархат. Я всегда выпекаю один такой, знаете, высокий бисквит. Даю ему остыть. После чего я делю его на три маленьких коржа. Затем корж, получается, выкладываю на тарелку. Либо тортницу в моем случае. Одеваю кольцо и начинаю собирать торт. То есть корж. Дальше идет заливка из молока с сахарной пудрой. Крем, корж, опять заливка и крем. После чего, когда я собираю, я отправляю на два часа в холодильник. Для того, чтобы у меня коржи с кремом соединились. И корж, точнее крем не поплыл. Здесь я забыла, что нужно было вначале пропитать. Пропитку сделать, а потом наносить крем. Поэтому я убрала немного крема, который я нанесла. Нанесла пропитку и далее крем. После того, как я собрала торт, я приступаю декорировать кекс. Кекс у меня сегодня обычный, не йогуртовый. Внутри с орешками. Я сделала также помадку из белка с сахарной пудрой. Хочу такой, знаете, чтобы был белый такой фон на кексе. И украсить его мандаринками. Потом веточкой из розмарина. И посыпкой. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, у нас уже почти час ночи. Я наконец-то закончила делать заготовки. Я немного уснула, немного поспала. Поэтому я так поздно и закончила это все делать. В итоге, что у меня вышло. Тортик красный бархат с шоколадом. Украсила по-новогоднему. Веточка розмарина. Сушеные мандаринки. И такая вот голубенькая посыпочка. Также выглядит и кексик. Только у него уже здесь идет белок с сахарной пудрой. Такой, знаете, как снежок. Очень красиво. Действительно так по-новогоднему получилось. Тоже веточка розмарина. Розмарин здесь как украшение, декор. Апельсин с мандаринкой. И тоже посыпала посыпкой. Это у меня тарталетки. В этом году решила сделать в виде ракушек. Как ракушка она будет открываться. В общем, завтра покажу, как это... В общем, потом покажу стол, как это будет выглядеть. Ну и, конечно же, круассаны с вареной сгущенкой. Это вот сегодня вся выпечка. Все делала по очереди. Выпекла бисквит. Затем выпекала круассаны. Тарталетки. Потом уже в конце выпекала кексик. Вот такая вот красота. Тут же у меня следом идет яблочно-вишневый компот. Вот маринуется мясо в соевом соусе. Также здесь у меня розмарин. Чеснок, перец. Соль по вкусу. Горчица в зернах. Немного добавила перца чили. Мед. И все вроде бы. Все, это будет до завтра мариноваться. Потом это все буду запекать. Ну а также у меня здесь роллы, которые тоже уже некоторые готовы. А некоторые нужно будет сделать сырную шапочку и запечь в духовке и сделать эмпура. И в судочке у меня курица для цезаря. Овощи для селедки под шубой салата. И селедку я также почистила и убрала уже в морозилку. Все. Кухню помыла. Осталось только лопаточку помыть. Я пошла на этом отдыхать. А то у меня сейчас отвалится спина. Поясница у меня очень сильно так болит. Поэтому я отправляюсь спать. Дорогие друзья и зрители нашего канала. Поздравляю вас всех с наступившим новым 2023 годом. Пусть этот год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, подарит море позитива, жизненной энергии, вдохновения, любви и творчества, стабильности, благополучия и комфорта. Пусть задуманное вами обязательно сбудется. Работа пусть приносит только пользу и хорошее настроение. Спутники будут верными, а коллеги отзывчивыми. Новый год – прекрасное время для новых достижений, перемен и переосмысления всех планов. Так пусть все сбывается наилучшим образом. А также хочу пожелать всем мира, добра и взаимопонимания. С Новым годом, дорогие друзья! На этом я буду заканчивать свое видео. Мы с вами теперь увидимся через неделю. Желаю еще раз всем прекрасных праздничных выходных. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok